Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Напротив Витебского вокзала есть Веденский сад. Здесь находится памятный знак утраченному собору введения во храм Пресвятой Богородицы Лейбгвардии Семеновского полка. Надо сказать, что собор введения во храм Пресвятой Богородицы был построен в период с 1836 по 1842 год. Для Лейбгвардии Семеновского полка это был храм в русско-византийском архитектурном стиле по проекту известного петербургского архитектора Константина Андреевича Тона. Это было его крупнейшее сооружение. В начале 20 века в храме были захоронены офицеры и солдаты, погибшие при восстании в 1905 году, а также в период Первой мировой войны. И с 13-го года храм получил статус собора. В 1932 году храм был закрыт, а в 1933 разрушен. А в подвальном этаже был сооружен предел святого мученика Иакова, где были захоронены князь Петр Волконский, командиры полка граф Владимир Петрович Клейн Михель и Георгий Александрович Мин. Три нижних чина погибших во время декабрьского восстания 1905 года в Москве и 26 офицеров, погибших в Первую мировую войну, среди которых был и командир полка Саваш. Памятный знак был открыт 1 июня 2003 года. Архитекторы Соколов, Михайлов, Иржбинская, скульптор Диома. Вот такие фамилии создателей этого памятного знака. Одна из надписей на памятник гласит. Здесь завершив дела земные, свои знамена полковые не посрамив, богатыри во славу матушке России, покой свой вечный обрыве. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать вам об одной из достопримечательностей нашего города, Танкт-Петербурга. Памятный знак утраченному собору введения во храм Пресвятой Богородии Левгвардии Семеновского полка. Все, всем пока, всем привет, до свидания.